Добрый день! Вынуждена написать продолжение своего выступления «Сына жизни русского солдата». Звонила сегодня подруге, и после разговора с ней считаю необходимым написать следующий эпизод. Потому что она, не видя этого эпизода, стала меня осуждать за то, что я его выложила в интернет. Во-первых, давайте так договоримся, что если кто-то с моим мнением не согласен, то давайте высказывайте это мнение мне. Здесь есть возможность написать комментарий, вызвать на отправленный разговор, а не спрашивать ответственность за мои действия с моих друзей. Я дееспособный человек, я в состоянии сама ответить за свои слова. И второе. Почему она решила меня остановить от подобных выступлений публично? Потому что наш бывший однокурсник ей написал, что вот наша звезда в очках. Я не скрываю своего лица. Если в том эпизоде я в очках, то, Тоха, имей в виду, я живу южнее Сочи, и даже зимой я в очках. И в машине, и на улице. У нас очень яркое солнышко. Если кто-то хочет увидеть мое лицо во всей неземной красоте, то там есть другие эпизоды, где я глаз не прячу. Сегодня я показываю не лицо, а окружающую меня действительность, потому что я еду на старой машине, и здесь наклон в другую сторону. Если я поставлю ко мне фотокамеру, то вы увидите чуть ниже моей груди. Лица все равно не будет видно, и могут меня опять неправильно понять. Второе. Я думаю, что если моя подруга посмотрела эпизод сама, а не осуждала меня за его, с чьих-то слов, то я думаю, она бы поняла. Когда я говорила о цене русского солдата, о цене на его жизнь, то я не выступала против России, а выступала против начала войны между Украиной и Россией. И если кто-то этого главного в той зарисовке не понял, то он явно был в очень сильном подпитии, потому что все говорилось открытым текстом. Потом следующее положение. Мне девочка писала, родственница, о том, что Галя, как ты можешь говорить матери, не пускайте своих детей на войну. Я могу так сказать, потому что пока война не развязана, а пока есть только горячая точка, а она переместилась в Украину, и матери, и сами солдаты, которые находятся на действительной службе, могут не согласиться поехать туда воевать. Это записано в правах, только далеко не все о них знают. Мой мальчик, мой сын, служил, и прежде чем его отправить, мы с военкомом все моменты обговорили. Тогда была Чечня, и я, естественно, волновалась, не попадет ли мой мальчик в Чечню. И он мне открытым текстом сказал, если он сам согласится, то он будет воевать, если не согласится, то воевать не будет. Я навещала своего сына в армии, и он говорил, мальчишки поехали в Чечню, потому что хотят заработать денег. Заработать денег будем другим путем, а не быть пушечным мясом. И матери об этом должны знать, и военнослужащие солдаты об этом тоже должны знать. Но я говорила о том случае, если война будет развязана, и тогда будет всеобщая мобилизация, и тогда уже ваша воля излияния, забыла русское слово, выявление вашей воли, оно не будет учитываться. Следующий момент. Почему я записала тот ролик? Потому что совсем недавно начала этому объяснению. Моя подруга, моя однокурсница, провела месяц в Коста-Рике, и она выкладывает информацию на одноклассниках, и она говорит, за месяц, проведенный там, не слышала ни одной позитивной информации о России. Идет только негативная информация. И несмотря на то, что я не слушаю каналов основных новостных, в воздухе постоянно витает настроение, что Россия была готова ввести свои войска в Украину. И я преклоняюсь перед Путиным, который смог эту ситуацию так грамотно развести. Я получила, кстати, массу оскорблений за то, что я поддержала Путина. Вы извините, это моя точка, я имею право ее высказать. Когда человек поступает некрасиво по отношению к своему народу, а он часто это делает, я его осуждаю. Когда он поступил великолепно и вышел из этого кризиса на белом коне, я не могу с ним не согласиться и его не поддержать. Я его в последнее время зауважала. Я это открытым текстом сказала. Следующая ситуация. Буквально звоню мамочке, вот недавно, и у нас состоится такой разговор. А чего это вы там на нас? А если вы на нас, то мы на вас тоже, мы за ценой не постоим. И Путин продемонстрировал, какое у нас оружие в стране. Ребята, мамочка моя родная, Олега Раш, вот когда ты говоришь, чего это вы на нас, ты имеешь конкретно меня, свою дочь, которая живет в Соединенных Штатах Америки, и ты, когда говоришь, за ценой не постоим, ты имеешь в виду, что ты готова меня в жертву принести для того, чтобы вы закидали нас шапками? Мама, почему ты не в курсе, что больше половины населения не поддерживает политику этого президента. И если вдруг Техас отделится, я больше чем уверена, моя семья переедет в Техас, потому что моя семья находится в первых рядах оппозиции всех действий, которые совершает нынешний президент. Следующий пункт, мамик мой родной, когда говорим, муж, мы-то вам покажем, ты кого имеешь в виду. Я так думаю не себя, потому как тебе 84 года, а скорее всего ты имеешь в виду своего единственного внука, моего сына, которому 33 года, и который служил, и который не попадет в первые ряды призывников, но уже в пятые это точно попадет. А я как мать не могу остаться равнодушной и не могу позволить, чтобы мой сын пошел на заклание. Он не баран, и я не хочу, чтобы его кровью омывался жертвенный камень чьих-то амбиций. Я сделаю все возможное со своей стороны, чтобы ни мой сын, ни сыновья других, горячо любящих своих детей и матерей, не пошли на эту братоубийственную войну. И я имею право высказать свое мнение, и это мнение не против России. Это мнение против возможной войны. И я хочу, чтобы мой голос тоже был услышан. Очень многих возмутило то, что я называю последние дни войны с Германией и называю цифру, которая была положена той самой ценой, за которой не постоим в последние 12 дней войны. Ребята, я еще раз подчеркиваю, я цифру эту не высосала из пальца. Я взяла его из того справочника, который я вписала вниз в своих комментариях под свою видеозарисовку цена русского солдата. Посмотрите, почитайте. Ее не надо даже покупать. Ее можно посмотреть онлайн. Единственное, что я бы там добавила, что скрашивая, видимо, или оправдывая такие немыслимые жертвы русских солдат за последние 12 дней, автор преувеличивает количество жертв, павших со стороны Германии. Он там пишет, что немцам в эти 12 дней погибло порядка полумиллиона. В то время как сами немцы дают другую цифру, ее тоже можно в интернете найти, они говорят о том, что за последние 12 дней войны со стороны немцев погибло порядка 85-90 тысяч человек. Причем это и гражданское население тоже. То есть вместе с гражданским населением немцев погибло больше за эти 12 дней, но не в 13 раз, как указывает автор, а всего лишь на несколько тысяч. Пожалуйста, задавайте вопросы, но задавайте их мне. Я сама готова ответить за каждое произнесенное мною слово. Всего доброго, успехов и мира во всем мире. Спасибо.